МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня помощник президента Республики Беларусь, инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко выслухал звороты гамянчан по часу особистого приема. Сустреча за шахарами Гомеля пройшла угар выконками. На диалог с Юрием Шулейком записались 14 человек. Больше из их давно и добровядомые представникам УЛАДы, которые так само принимали удел в приеме. Так, 8 человек звернулись с пытаниями, отказанные, которые давно отримали с разных службов. Але гамянчане остались незадоволенными тлумачением их ситуации и пришли на прием. Зразумела, черговая проверка по кожным звороте будет проведена ящий раз. Людям при необходности окажут и материальную допомогу. Але аннулировать, наприклад, судовое рашение – это не у компетенции инспектора Пагомельской области. Встреча в городе была запланирована. Конечно, мы готовились к этому приему. Понимая то, что наверняка граждане много раз уже обращались к различным инстанциям, в том числе суды, пройденные вплоть до Верховного суда. Много очень вопросов предварительно было записано, опять-таки, с жалобами на органы, непосредственно милиции, к сожалению, прокуратуре. То, что недосконально, якобы рассмотрены их дела. Поэтому прием сам по себе, видимо, я считаю, нелегким. Но в то же время это еще один раз шанс, может быть, разъяснить тем гражданам, которые просто-напросто, я считаю, уже атакуют органы власти для того, чтобы получить окончательный ответ. Но, к сожалению, не к сожалению, а по факту, они имеют четкий, исчерпывающий уже ответ. И вот эти намогания, старания, которые они предъявляют к нам сегодня, я считаю, что это уже законченные дела, которые нужно, чтобы имели они уже окончательную форму, то, чтобы гражданам мы могли объективно по закону отказывать в обращении приема по данным вопросам, потому что они разъяснены уже от начала до конца по вертикали всеми структурами. Но не только со скаргами звертались горожане. Прогучала и Пропанова. У червяня этого года по инициативе гомельчанина Любинский пляж обвешанный ветлевым. Идея заключалась в том, как привучить наведовольников отпадшивать культурно, не сметить, не лаяться, выполнять правила по воде на воде и березе. Свою справу волонтер жадает распаусюдить на весь советский район Гомеля, на территории которого находится этот пляж. Как зарабить ветлевым у весь район отказу по кульням? Юрий Шулейко пораю гомельчанину створить программу и представить ее на разгляд у администрацию района. Целегазпродприемства региона завершают уборку азимого рапса. Ее намолочено на 94% площадь. Целком эти работы скончены в 10 районах. Собрано больше, чем 40 тысяч тонн. Зараз аграры активно взялись за сбоживые. Подаденных на ранницу в регионе убрано 8% посявных площадь. У лидерах по темпах работ Хонецкий район, где обмолочено уже 37% от плана. Кооператоры Гомельской области перевысили минулогодние объемы на рыхтовке «Чарницы». Сезон еще не завершен, а уже хоров региона уже закупили свыше 160 тонн ягоды. У летку 2017 года по кашек складал крыху больше за 150 тонн. Основная нарыхтовка дикороса увядится у Житковиц, Ямлеческим, Октябрьским и Светлогорским районах. На пошуке черного золота белорусских лесов отправилась я Евгения Кухаронак. Одну ягодку беру, іншую примячаю. С початком сезона поспевания «Чарницы» у лес накеровалися и старые, и молодые. А маты разбиральництва зарабляют на этом добрую прибавку до зарплаты – ті пенсии. За килограмм «Чарницы» у Гомельскім регионі можно выручить от 3,5 до 4,5 белорусских рублёв. Любов Мароська разом с сестрой еще в детинстве ходили у лес по ягоду. И зараз своему захоплению не изменяюць. С початку сезона я не избираюць свои стандартные 4 вядры по 5 литров. Удобрая на двор и объемы нам открыху повеличивают. Процонный день починается на досвидку, 5 годин ранецы завершается у 10. Сёня до прикладу на двоих им удалось зарабить 90 белорусских рублёв. А ну вот мы вот в таком вот в этот лес ходили. Раньше пешком вообще ходили через реку и сюда ходили в лес. А теперь, ну конечно, денежки не помешают. И, конечно, удовольствие я получаю от этого. Себе тоже ставим. Вареники – это сразу, как только первая ягода вареники. А потом компот закатываем и морозим ягоду. Варенье варим. А кроме стационарных кропок приема дикорослой ягоды, у регионе працуют и выездные пункты. Машины райиспажу товариства приезжают за свежей черницей прямо в лес. Перш-наперш проверка на радияцию. Допущальная норма для того, как ягода трапила на рынок – 185 бекерелев на килограмм. У Беларуси из черницы робятся джемы, напои и дитящее харчование. Разом с этим ягода поставляется на продаж и перепрацовку Украины и Евросоюза. У минулом году со 153 тонн ягоды, закупленной в Гомельской области, 120 тонн экспортировали в Прибалтику и Польшу. Урожайность в этом году очень хорошая. И культурная, и дикорастущая ягода. И все, что выросло, все, что люди хотели сдать, они сдали нам в райпо. Ягода делится на товарную для промпереработки. Товарная ягода, значит, мы ее реализуем в сети, либо на рынках, на каких-то таких выездных торговлях, на площадях. Для промпереработки ягода идет на производство соков, джемов, где-то, может, плодово-ягодных каких-то вин и так далее. А кроме черницы, в регионе нарыхтовываются так само и садовые ягоды. Украине Гомельский спожив Союз займает первую позицию по закупке чарышни, вишни, малины и червоной паречки. На другом месте по нарыхтовываются клубницы, суницы и черные паречки. У худким часе пошнется сезон тихого поляуництва, и кооператоры региона откроют массовый прием грибов. По словах специалиста, у лисички будут закупаться, прикладно, по 5 рублей за килограмм. До речи, собранные грибы и иншие дикоросы можно самостоянно продавать на рынках, как у Вогулі и Городнино с садовиной колемаются лишки. Любой житель нашей страны, который выросл продукцию на своем участке садовоческом, либо дикоростучу собрал в лесу, может быть беспрепятственно, либо сдать торгово-закупочное предприятие рынка Гомельского Центрального, либо сам продать. Но прежде чем продать продукцию, она должна пройти лабораторную экспертизу. У нас на территории рынка находится лаборатория, где работают компетентные врачи. На основании предоставленной продукции они выписывают талон, где указывается норма дозволенного либо радиационного фона, либо нитратов. После этого лишь предоставляя торговое место, и любой житель нашей страны может продать, либо, как я до этого озвучил, либо сдать нашему торговому закону предприятию и сразу же получить наличные деньги. Кожен мае право выберу и, конечно, право на узнагороду за прасу. Цитова в ласном агородзе, цита в лесе. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». У делу судовых посяжениях и складания десятков процессуальных документов выники селетней работы Правовой инспекции працы профсоюзов сегодня огучили на посяжении Президуума Совета областного объединения. Усяго за шесть месяцев года отбылося восемь судовых разбиральниц по громадянских справах. У шести выпадках была доказана полная альбо частковая обгрунтованность исков. А кроме того, специалисты с початку года склали свыше 50 процессуальных документов. Правовые инспекторы в первом полгодии по разных працевных пытаниях провели свыше 300 консультаций для ЖХРО региона. Люди отримывали отказы по телефону, а так само по час особистых и выездных приемов. Граждане обращались по вопросу восстановления на работе, о признании увольнения незаконным, обращались о взыскании невыплаченного расчета в связи с увольнением, о понуждении нанимателя к увольнению. Также были и иные исковые заявления. Актуальная информация об правоохранной деятельности профсоюзных организаций гушить по радио транслируется на телебачене, друкуется в газетах и размещается на официальном сайте. Ролю инспектора в выражении проблем работников плануется еще раз огушить и растумачить в осень подчас ток-шоу на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Такое пожадание выказал старшиня Гомельского областного обедания профсоюзов Алексей Неверов. С надыходом отпускного сезона, колькость легкового транспорта и автобусов, которые перемешаются в размяжу, значительно повеличилась. Найбольшая черта означается в пункте пропуска «Новая Гута». Минутопразъяго частей за все туристы едут на отпочинок в Украину. Как правило, раницей транспортного каравана в «Новой Гуте» не назирается, и он заявляется переважно в другой полови дня и в выходные. Как сделать переодчакание максимально комфортным для водителям и пассажиров, тут обсталявали специальную сервисную зону. Она включила просторную укрытую альтанку с дровлянными столиками и лавками, придорожную гандлевую кропку с гаражем харчеванием и свежей выпечкой, и автоматы с газировкой и кавой. Продуклежены стационарные прибирания и контейнеры для сметя. У солнечной надворья будут выставляться додатковые столики. В целом можно организовать коля 70 посадочных мест. Проект реализованный по доручению старшине Аблвыконкама у Владимира Дворника. Пляцовка обсталявана отповедными службами Гомельского райвыконкама, жилево-коммунальной господарки, лазгаса и райспожилтовариства. В дальнейших планах запустить в «Новой Гуте» систему электронная чарага. Будет там площадка, где, вы знаете, заправка, она будет расширяться. Будет стоять большая стационарная площадка для грузового и легкового транспорта. Люди через интернет могут записаться на очередь, посмотреть. И в зале ожидания на площадке дождаться своей очереди и пересекать границу, чтобы не создавать большие транспортные очереди. Пока же при плановании поездки, рекомендуется вывучать дадены об чергах у пунктах пропуску. Такая информация есть на сайте Державного пограничного комитета. Про то, как захавать здоровье сердца, поди размова завтра в программе «Диалог». Гостей из студии станет головной у Радшого Минского областного клинического кардиологического центра «Вольга Лях». Глядите диалогу про мым эфиры на телеканале «Беларусь-4» завтра в 19.20. Свои питания вы можете задать, подтелефоновавши по номеру промога эфира у Гомеле 34-20-43. Ти с допомогой Вайбера. В НУ Беларуси сегодня завершили прием документов на бюджетные места. С 18 липня начинаются уступные выпробования, которые проводятся непосредственно в установах эдукации. Залегшение на бюджет протягнется до 28 липня, у силовых ВНУ по 24-е, у творших по 28 липня. Прием документов на вакантное бюджетное место и додаткового набора в денной и заводченной формах у большинства ВНУ пройдя с 30 липня и по 1-е жнивня. Информация об наявности вакантных мест будет размешана на сайтах ВНУ до 29 липня. Гомельский драмтатор завершает 79-й сезон премьерой спектакля «Каханье без тормозов». Примерные показы отбудутся 25 и 29 липня. Комедию по пьесе белорусского драматурга Миколая Рудковского у першиню глядачу представит режиссер Андрей Шидловский. На сцене разгорнется любовный трехвугольник, у дельника миякого станутся замужняя молодая Жаншина и двое мужчин. Один из их муж, другой станет героем ее життя после автокатастрофы. Умовно, постановку можно назвать кинофильмом у театры. Персонажи одночасово будут утягнуты у сюжетные перепятые и на сцене, и на экране. Деяны станут часткой ведомых фильмов. Глядачу чекают богатые виды рад, нестандартные орошения и учинки головных героев и нечеканный финал. Музей истории города Гомеля завтра проведет день открытых дверей. Постоянно деючие экспозиции установы можно наведать абсолютно бесплатно. Наведовальники убачат городские интерьеры конца 19-го, початку 20-го ста годзе. И они займаются одразу три выставочные плясовки. У приватности представлена столовая, спальня и кабинет библиотека, у яких неколи жили представники дворанских семьев. Антураж минулой эпохи адлюстровывают столовый посуд, мебля, книги, музычные инструменты и иншие раритетные предметы. Так само гостям пропонуют убачить экспозицию «История Гомеля от старожитных часов до початку 20-го ста годзя. Прогулка по старым городе». Тут разместились саправды уникальные речи. От рыцарской амуниции, стародавних фотоаппаратов и швейных машин до редких вздымков города над сожем, которые заховывают историю и таямницы 100-годовой давнины. И третья выстава носит назву «Классика белорусского живопису». И она включила картины наших триновитых земляков. В этом году полевничий домик, так званый, означает 200 годзя. Так что в этот год я запрашаю всех в Музей истории Гомеля опынуться в этом особняку, доведаться про все таямницы его и погулять по улице Гомеля. Так что я вас всех запрашаю в Музей истории Гомеля. Вам тут вельми сподобается и захочется сюда прийти еще не один раз. Все лето в Беларуси означается 165 годзя пожарной службы. С на годы свята воротовальники проведут мероприемства на открытых пляцовках кожного районного центра. Гомельные святочные мероприемства пройдут в субботу, 28 липень, на центральной площади города и в парку. Тут будут працовать разные тематичные и конкурсные пляцовки. Кожный сможет проверить свои веды в голене безопасности житедейности и отримать приз. Так само в программе демонстрация вары на воротовальной технике, показальное выступление воротовальников пожарных и святочный концерт. До 165 годзя пожарная служба Беларуси воротовальники провели трехденный туристичный сплав на плытах по сожи. Удельники акции пройшли по рации 165 километров. В сплаве проймали удел керавники и супрацовники подразделения по надзвучайных ситуациях в Гомельской области. На стоянках они проводили спортивные споборницы, культурные мероприемства, профилактичные размывы с отпочивающими пробеспечные поводины на водоемах. Меты акции – популяризация профессии воротовальника пожарного, развитие и поддерживание мощных товарищеских отношений, которые позволяют худко и сладко выражать службовые задачи. Аналогичные акции пройдусь и в других областях страны. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Усяго доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Очередной успех в борьбе с коррупцией. В Мозыре сотрудники финансовой милиции разоблачили схему закупки запчастей по завышенной стоимости и отмывания государственных средств. В недобросовестной торговле был замешан начальник технического центра «Мозырь Агропромснаб» и два руководителя частных компаний. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2017-й показала, что для технического обслуживания и ремонта сельхозмашин района организации по завышенным ценам покупали запчасти. При этом основные поставщики оставались прежними, а удорожание происходило за счет наценки фирм-посредников, у которых Мозырь Агропромснаб и покупал запчасти. Наценки составляли не ниже 30%. В отдельных случаях доходило до 100%. Естественно, и начальник технического центра, и руководители посреднических структур извлекали из этого выгоду. За год такой фирмой на Мозырь Агропромснаб было поставлено товаров на 73 тысячи рублей. Более 30 осело в карманах участников схем необоснованных закупок. У главного фигуранта уголовного дела и его компаньонов изъяты три автомобиля представительского класса – «Лексус», «БМВ» и «Пежо Боксер». А также сумма, эквивалентная 15 тысячам долларов США. Сумма установленного ущерба будет расти, поскольку эта сумма установлена только за один год, 2017-й. За предыдущие годы сумма будет увеличиваться. Это для Мозырского района – это одна из самых крупных сумм установленного ущерба в результате хищения. Накануне суд Петриковского района вынес приговор 57-летнему водителю Калинковичского молочного комбината, по вине которого в ноябре прошлого года погибла целая семья, в том числе и трехлетний ребенок. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть трех человек. Суд приговорил виновного к пяти годам в колонии-поселении. Авария произошла утром 20 ноября вблизи деревни Фастовичи Петриковского района. Водитель молоковоза выехал на встречную полосу, где врезался в опель. В результате аварии 56-летний водитель легковушки, его 30-летняя жена и трехлетний ребенок от полученных травм погибли на месте. С 17 по 27 июля на территории Гомеля сотрудники ГАИ проведут комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место за рулем». Он будет направлен на укрепление транспортной дисциплины, снижение тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых водителей и профилактику дорожно-транспортного травматизма. Хотелось бы напомнить всем нашим участникам дорожного движения, особенно водителям, что согласно статье 18.16 управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения влечет за собой наложение административного штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В чемпионате страны по футболу в первой лиге завершен 15-й тур. Славия добилась уверенной победы и закрепилась на первой позиции турнирной таблицы. Мазыряне в гостях не оставили шансов Орши, разгромив соперников со счетом 5-1. Уверенной победы также добились и футболисты Светлогорского «Химика». Играя также в гостях 4-1, повержена честь. А вот «Гомельский локомотив» снова не смог набрать три очка. В очередном туре в матче с участием команды зафиксирована нулевая ничья. Еще один представитель региона Юа Житковича свой поединок проведет 21 июля. И еще о футболе. В «Гомеле» определили обладателя Кубка города 2018. Им стал «Гумсельмаш». Матч проходил на стадионе «Центральный». В этом сезоне за трофей боролись 12 команд. До финального поединка дошли машиностроители и команда «Химик». Игра получилась достаточно напряженной. Соперники старались играть аккуратно. Цена ошибки была слишком высока. И все же первый мяч был забит после нарушения правил. В ворота «Гумсельмаша» был назначен пенальтик, который безошибочно реализовал Алексей Кудрявцев. Счет на 78-й минуте сравнял Сергей Ковалев после отличного удара издали. Победителя выявили лишь в дополнительное время. Отличился вышедший на замену Станислав Кудрицкий. 2-1 и кубок над головой поднят футболистами «Гумсельмаша». Стало известно расписание игр мужской и женской команд гандбольного клуба «Гомель» в сезоне 2018-2019. Стартуют игры в субботу 1 сентября. Для мужской команды сезон начнется в Бресте. Играть предстоит против БГК. Гомельские гандболистки свой первый матч проведут также на выезде. Соперником будет РГОР БНТУ-2. Подробное расписание можно посмотреть на сайте гандбольного клуба «Гомель». Российский легионер мини-футбольного клуба «БЧ» Евгений Перемитин продлил контракт до конца следующего сезона. Игрок присоединился к команде перед началом второго круга прошлого чемпионата страны. До этого он выступал за рязанский «Элекс-фаворит». В составе железнодорожников Евгений провел 15 матчей, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова